Сегодня вот мы для вас будем печь куличи, пасхальные куличи, естественно, потому что впереди Пасха, и это очень актуальная история. Впереди Пасха, и мы решили, что нужно непременно испечь кулич для наших зрителей. Эту миссию мы поручили повару ресторана «Годолов». Пасху здесь делают по особому рецепту и с авторским оформлением. Пока зрители интернет-трансляции делали свои добрые ставки, мы решили добавить для ажиотажа изюминку в наше блюдо. Под конец добрых торгов ставка была перебита, и уже в третий раз благотворителем стала Татьяна Карева. Казалось бы, что сложного испечь кулич? Оказывается, это целое искусство. Но вот наш красивый, ароматный, свежайший уже готов, а Татьяна перевела деньги в фонд добро24.ру и уже ждет, собственно, свой приз. Мы снова здесь, уже в третий раз приезжаем сюда, в Березовку, а все потому, что здесь живет самый добрый человек нашего проекта. И уже в четвертый или в третий раз, кажется, да, в третий раз побеждает. И вот снова мы привезли ему вкуснятину. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы конкуренция была достойная, чтобы соревноваться не на маленьких ставках. Хотелось, чтобы ставка была достойной, чтобы помощь детям шла весомая. Конечно, хотелось бы, чтобы все дети были здоровые. И Афонтова помогает, и я им очень благодарна. А мы вам благодарны, что вы часто участвуете в нашем проекте. Вот ваш кулич авторский. Спасибо, как раз не купила кулич. Будет кулич у меня на праздник. Есть ребятишки из неблагополучной семьи, которые нуждаются в лечении, но денег у них нет. Конечно, поможем, как сможем. И это же очень прекрасно, что наш проект находит людей, которые готовы жертвовать на благотворительность практически каждую неделю. Вот для этого мы и работаем, собственно. Так что в следующий раз увидимся в утреннем кофе в 7.40 утра на Афонтова. Всем пока!